Кажется, что каждое крупное событие в истории человечества, каждая важная историческая фигура, скрыта в Библии. Это как многослойный текст, в котором содержится сложный секретный код. И эти секреты касаются не только прошлого, они также касаются будущего и даже нашей собственной жизни. Это не сюжет из детективного романа, это теория о Библии. Люди, которые верят в библейский код, говорят, что в оригинальном еврейском тексте есть скрытые послания и предсказания об истории. Говорят, что их можно расшифровать с помощью специального метода расшифровки. Но правда ли это? Действительно ли древние истории могут предсказывать будущее? Знают ли они, когда мы родимся и умрем? Друзья, пожалуйста, не забудьте, что у нас есть телеграм-канал. Там мы обсуждаем очень интересные исторические факты, а также мировые заговоры. Присоединяйтесь к нам, у нас очень интересно. Ссылка в описании к этому видео или в закрепленном комментарии. На протяжении тысячелетий мудрые мыслители, духовные лидеры и провидцы бережно хранили таинственный документ, который, как считается, содержит все возможные последствия каждого решения, которое мы можем принять в своей жизни. В 1994 году премьер-министр Израиля Хаку Робин получил жуткое сообщение, предупреждающее об угрозе его жизни из неожиданного источника. Оно было основано на секретном коде, скрытом в Библии, но он проигнорировал предупреждение и год спустя был убит. Шокирует то, что в Библии предсказано его убийство, включая имя и дату. Оказывается, древние библейские тексты, написанные тысячи лет назад, содержат зашифрованные предсказания всех основных событий в мире, включая даже некоторые тревожные. Это называется библейским кодом. Итак, что же такое библейский код? Ученый XVIII века по прозвищу Гений Вильнюса сказал, что все, что было, есть или будет до скончания веков, включено в Библию, от самого первого слова до самого последнего, как можно предсказать события на тысячи лет вперед. Основные религии, поклоняющиеся богу Авраама, христианство, ислам, иудизм, насчитывают общей сложности более 4 миллиардов последователей. С самого начала люди пытались найти смысл и ответы в своих религиозных текстах, интерпретируя символы и аллегории. Однако некоторые специалисты по информатике и математике обнаружили кое-что действительное, интересное, скрытое в Ветхом Завете. Это было написано около трех тысяч лет назад, и это остается неизменным и по сей день. Друзья, вы часто пишите в комментариях, что Библии трехтысячелетней давности не может быть. Я вам скажу больше – может быть. Потому что Библия – это не книга, а сборник книг. И некоторым книгам Библии более трех с половиной тысяч лет. Вы можете посмотреть в интернете и сразу все поймете. 24 книги Библии – одни из древнейших текстов, которые у нас есть. Но их содержание совершенно не изменилось за прошедшие годы, когда люди переписывали Ветхий Завет, и если была допущена хотя бы одна ошибка, им приходилось переписывать все заново. Почему это было так? Ну, некоторые люди думают, что это потому, что если бы вы изменили Божьи слова, это было бы расценено как богохольство. Но может быть и другая причина. Возможно, в тексте скрыты тайные послания от Бога или какой-то другой сущности. В 13 веке некто по имени Робби Бахайя Бен Ашер нашел секретное послание в книге Бытия. Все, что он сделал, это выбрал 4 буквы, пропустил 42 буквы, выбрал еще 4 буквы и так далее. Когда эти буквы были собраны вместе, они создали новое сообщение о сотворении Луны. В нем также говорится, что продолжительность лунных месяцев составляет ровно 29,5 дня. Это было невероятным открытием, потому что НАСА даже не знало об этом до 1996 года. Но как они это высчитывали? Так вот, некто по имени Робби Мандель, заместитель начальника отдела по связям с общественностью, предложил использовать буквы в определенном порядке для создания новых слов. Он назвал это Елс или пропуск кода. Затем другой парень по имени Робби Бен Ашер взял свою работу и показал, что если выбрать буквы или группу букв и пропустить определенное количество букв, то можно составить новое слово. Поначалу это было сложно и отнимало много времени, но затем компьютеры упростили задачу. Позже компьютеры даже улучшили код пропуска, добавив более сложные правила. Они использовали буквы, найденные с помощью кодов пропуска и составляли длинные цепочки текста, которые затем можно было разделить на строки разной длины. Это позволило им находить новые сообщения, просматривая их по горизонтали, вертикали и диагонали, как в словесной головоломке. В 1985 году некоторые математики Элайджа Рипс, Доран Уитсон и Розенберг использовали этот метод в серии экспериментов под названием «Проект Великих Раввинов». Они поставили список из 34 известных людей из Библии, энциклопедии известных людей Израиля и ввели их имена в свою систему, чтобы проверить, не упоминаются ли они в Библии. Самым безумным было то, что все эти имена, несмотря на то, что эти люди жили через сотни или тысячи лет после того, как была написана Библия, были в ней. Они ввели имена этих известных людей в свой компьютер и попросили его просмотреть все различные коды пропусков и таблицы, чтобы найти совпадение. Как только совпадение было найдено, программа провела поиск по горизонтали, вертикали и диагонали в поисках дат, которые соответствовали бы имени. И угадайте что? Результаты были потрясающими. Мы не только нашли имена в Библии, но и даты их рождения и смерти действительно совпали. В итоге мы нашли имена 166 человек, зашифрованные в Библии. И представьте себе, это произошло за тысячи лет до того, как эти люди вообще родились. Доктор Рэп сказал, что вероятность того, что это произошло случайно, составляет примерно 1 к миллиону. Нет никаких сомнений в том, что кодекс Торы существует на самом деле, а не просто совпадение. Ученые опубликовали свои результаты в журналах, и это вызвало много споров. Некоторые эксперты пытались найти недостатки в этой работе, но никто не смог опровергнуть эти результаты. Может ли эта информация быть случайной? В других документах люди проверяли библейский код в других книгах, такие как словарь Вебстера, и в таких крупных романах, как «Война и мир» и «Моби Дик». Но в этих книгах коды работают не так, как в Торе. Интрига стала еще глубже, когда в 1997 году эта теория была вновь проверена в ходе 440-часового тщательного эксперимента. На этот раз его проводил математик-криптолог из Агентства национальной безопасности США по имени Гарольдс Ганс. Он пытался опровергнуть идею библейского кода, поэтому создал собственную компьютерную программу. Но результаты оказались неожиданными. Его программа нашла не только имена библейских персонажей и даты их рождения смерти, но и точные места их рождения смерти. В своей статье он назвал полученные результаты статистически значимыми. Так что это не просто случайные открытия. На самом деле в Торе был скрыт код, особенно в первых пяти книгах Еврейской Библии. Этот код больше нигде не был найден подобным образом. В 1990 году доктор Рип заинтересовался безумной идеей. Он уже нашел информацию подопытных, которые жили сто лет назад. Но начал задаваться вопросом, могла ли Библия содержать информацию о людях, которые все еще были живы в 1990 году. Саддаму Хусейну, который в то время был большой шишкой, тоже было любопытно. Доктор Репс подумал, что было бы забавно включить имя Саддама Хусейна в свою программу и посмотреть, что получится. К его удивлению, оно появилось в коде. И не только это, но и то, что в коде также говорилось, что он собирается нападать на Израиль через три недели. Конечно же, Саддам действительно напал. Программа также раскрыла некоторые другие интересные вещи. Например, если сложить буквы имени президента Кеннеди в определенном порядке, получится надпись «Умереть». И если вы посмотрите на код для Шекспира, там упоминаются красные и сценические связи с Гамлетом и Макбетом. Американский журналист по имени Майкл Дроснан освещал Ближневосточный конфликт и, находясь в Израиле, услышал о работе доктора Реда. Дроснан скептик по натуре. Поначалу скептически относился к идее о божественных посланиях, скрытых в Библии. Но история заинтересовала его, и он решил изучить ее подробнее. Предполагалось, что его первая встреча с доктором Редом продлится всего час, но в итоге она затянулась, потому что Дроснан увлекался увлекательным миром библейских кодов. В течение следующих нескольких лет он работал с доктором Редом над расшифровкой более тысячи исторических событий, скрытых в Ветхом Завете. Например, в книге «Бытия Бог велит Аврааму посмотреть на небо и сосчитать звезды». В зашифрованном сообщении была указана дата 20 июля 1969 года и слова «Космический корабль». Были также такие фразы, как «экономический кризис», «депрессия» и «акции», которые все пересекались с 1922 годом. В мае 1994 года в новостных изданиях по всему миру было много разговоров о шоу «Комета Леви». Ученые высказывали предположения о возможном столкновении кометы Шумахера с Юпитером, полагая, что это может произойти. Проведя поиск по библейскому коду, он нашел точный термин «Столкновение Шумахера Леви с будущим Юпитером». Кроме того, точная дата столкновения 16 июля 1994 года также была указана в этой фразе. Это был тот же год, когда премьер-министр Израиля был Робин и в очередной раз код дал действительно интересные результаты. Имя подопытных было перечеркнуто страшной фразой «Они будут убиты». А на иврите напротив него стояла дата 57-56, дата, которая наступит через несколько месяцев в еврейских цифрах. Также может означать «ты изменишь это полностью», что может означать, что он может остановить пророчество. Поэтому они отправили сообщение премьер-министру. Но премьер-министр проигнорировал его и, к сожалению, через год был убит, как и говорилось в библейском коде. Информация, которая находится в Библии, по-видимому, является частью принципа неопределенности, о котором говорил Гейнсберг. Затем этот принцип был обобщен знаменитым физиком Стивеном Хокингом. Он сказал, что квантовая механика не предсказывает какой-то один конкретный результат эксперимента. Она предсказывает множество различных возможностей и говорит вам, насколько вероятна каждая из них. И Библия в некотором роде тоже так работает. Она не всегда предсказывает конкретное будущее, но когда вы задаете ей вопрос, она дает вам ряд возможных ответов. Растет подозрение, что, возможно, это какой-то квантовый код. Но дело в том, что, похоже, только Тора обладает такой способностью. Но почему это так? Тора – это первые пять книг Еврейской Библии. Это также первые книги Ветхого Завета в Христианской Библии. И в этих первых книгах есть что-то особенное, что отличает их от остальных. Например, их происхождение в значительной степени окутано тайной. Мы многое знаем о них из легенд, исторических записей и догадок. Традиционно эти пять книг известны под общим названием Тора. Были представлены в виде единого документа на горе Синай в Египте. В первоначальных версиях Торы использовался еврейский алфавит. Интересно, что каждая буква еврейского алфавита ассоциируется с определенным числом. Но происхождение этих чисел остается загадкой. Когда вы имеете дело с библейским кодом, эти еврейские буквы превращаются в цифры. И так, по сути, все дело в замене букв цифрами на странице. Это все равно, что убрать все пробелы и знаки припинания. Как, например, изначально была написана Тора более 3000 лет назад или что-то в этом роде. В результате вы получите набор чисел в длинной строке или матрицу, содержащую ровно 3 миллиона чисел. Затем компьютер может выполнять всевозможные действия с этой числовой матрицей. Она называется динамической матрицей, потому что меняется в зависимости от того, что вы ей задаете. При запуске она содержит 64 столбца с номерами по 4000 в каждом. Но по мере ее использования вы можете изменять выравнивание столбцов и строк в соответствии с вашими потребностями. Это основано на некоторых научных данных, таких как поиск Веллс или коды пропусков, о которых мы говорили ранее. В любом случае, это основная идея. Итак, допустим, вы хотите найти определенное слово или букву в Торе, используя код пропуска. Вы начинаете сначала книги или в данном случае книга бытия, и вы отсчитываете определенное количество букв, скажем 50, чтобы перейти к следующей букве в последовательности. Например, если вы используете код пропуска 50 для книги бытия, начиная с первой буквы книги бытия на иврите, вы пропустите более 50 букв и в итоге получите букву Т. Затем вы пропустите еще 15 букв и получите букву О. И если вы будете продолжать пропускать по 15 слов за раз, то в конце концов дойдете до слова ТОРА. Это всего лишь простой пример того, как работают коды пропусков. Они используются для поисков определенных слов или букв в Торе, но их можно использовать для другой цели. Главное знать, сколько букв пропустить каждый раз и с чего начинать. По словам Грека Брейдена, автора бестселлеров и эксперта в области духовного и человеческого потенциала, красота кодексов Торы заключается в их способности дать представление об огромных возможностях нашего существования, продиктованных Богом. Мы все являемся частью этой запутанной путаницы времени, и мы подчиняемся ролями и законам матрицы, пока не поймем их. Даже наша биология позволяет нам управлять временем, ускоряя определенные процессы, такие как исцеление или обретение мира. Раскрывая эти тайны, мы можем понять новую историю человечества, которая говорит о нашей связи с основной матрицей реальности, будь то важные мировые события или детали повседневной жизни. Все, что мы переживаем, уже закодировано в древнем библейском коде, который подобен временной карте. Итак, изучение концепции библейского кода открывает захватывающий уровень сложности нашей вселенной. Мы обнаруживаем, что реальность, времена и даже наши личные судьбы могут быть раскрыты способами, которые бросают вызов нашим традиционным взглядам. Этот код, скрытый в древних текстах, возбуждает наше любопытство и подталкивает нас к его пониманию. Это сложная матрица, наша способность расшифровывать ее и взаимодействовать с ней, вполне может определить наш дальнейший путь как личности и как биологического вида. Друзья, огромное спасибо, что все это время вы были с нами. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я очень сильно для вас стараюсь и для меня это будет большой наградой. А я с вами не прощаюсь, а говорю вам пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok